привет ребят перед вами находятся динамики их тут аж три типа на первый взгляд это незаметно но если присмотреться мы увидим twitter и низкочастотные динамики и среднечастотные динамики и есть небольшая разница в их подключении о чем мы сейчас и поговорим ну вот ребят теперь более менее понятно сверху находятся twitter и которые воспроизводят высокие частоты здесь находятся среднечастотные динамики которые могут воспроизводить и высокие частоты и басы но они ярко выражено будут воспроизводить все голос то есть средние частоты и снизу находятся низкочастотные динамики которые не смогут воспроизводить высокие частоты но они могут воспроизвести средние частоты и лучше всего естественно басы и до twitter естественно никак не смогут воспроизвести басы и лишь немного они могут захватить средние частоты соответственно чтобы их подключать надо обрезать сразу же бас если у вас нет специальных звуковых фильтров которые могут обрезать басы то можно придумать кое-что другое почти в каждой бытовой электроники есть вот такие конденсаторы которые отлично обрезают басы их можно найти на любой плате в бытовой электроники как в усилителях так и видеомагнитофонах в телевизорах и в прочей бытовой электроники они бывают разных размеров но они все неплохо обрезают басы для того чтобы их достать вам нужен паяльник после того как вы выпаяли кондер его необходимо припаять на плюсовой контакт twitter на кондерах обычно маркируется вот так минус на него мы подадим плюс усилителя а другой контакт плюсовой мы припаяем к twitter и уже к минусу кондера мы будем припаивать плюс от усилителя а минус от усилителя пойдет напрямую к минусу к twitter после чего басы будут обрезаны и twitter будет отлично воспроизводить высокие частоты и не будет риска что он сгорит а если у вас широкополосные или среднечастотные динамики то их можно подключать без twitter потому что они воспроизведут все частоты примерно одинаково и как вы видите эти динамики достаточно сильно отличаются по внешнему виду и так как раз их и можно определить какой из них twitter а какой из них низкочастотные низкочастотные динамики как правило они больших размеров у них достаточно большой ход большой подвес и большой магнит соответственно такие динамики чисто физически не могут воспроизводить высокие частоты ну а twitter они как правило маленькие не имеют никакого хода и сзади корзина у них полностью закрыта но вот со среднечастотными динамиками немного посложнее конечно вот такие среднечастотные динамики их легко определить потому что у них небольшой ход но у них все таки имеются отверстия в корзине и достаточно неплохие магниты такие динамики будут воспроизводить все частоты но среди них также бывают динамики которые имеют ход побольше и у них резиновый подвес поэтому их пока не включишь толком не поймешь могут они воспроизводить высокие частоты или нет теперь давайте немного повключаете динамики на одинаковой громкости на одинаковых настройках а вы послушайте какая будет разница в звуке ну вот ребят немного послушали динамики сейчас я уберу все широкополосные среднечастотные динамики и по подключаю же в паре низкочастотные динамики с твиттерами для этого я возьму два низкочастотных динамика которые сдавали самый глухой звук и к ним подключу два твиттера и послушаем как сильно изменится звучание для того чтобы у вас получилось все надежно припаять вам необходимо олова и специальная жидкость для обработки проводов и поверхностей куда вы будете эти провода припаивать также естественно вам нужен самый дешевый паяльник которым вы будете растапливать олова и наносить на провода и на те поверхности которые уже заранее были смочены этой жидкостью естественно все это продается в строительных магазинах как правило в тех отделах в которых продаются паяльники там же продается и олова и эта жидкость естественно ребят не перепутайте плюс минусом обязательно плюс от твиттера через фильтр должен быть подключен к плюсу на низкочастотном динамике на плюс низкочастотного динамика должен уже подаваться плюс самого усилителя минус от твиттера подключается напрямую к минусу на низкочастотном динамике и от этого же минуса идет провод напрямую к минусу на усилитель и да не забудьте фильтр закрепить на термо клей для того чтобы не произошло никакое замыкание и в итоге мы получаем двухполосную систему сейчас послушаем как она звучит естественно если эти два динамика сейчас установить в короб то басов будет еще больше так как низкочастотные динамики без короба не воспроизводят нормально басы также мы можем фильтр установить на низкочастотном динамике но он будет фильтровать звук который идет на твиттер соответственно провода от усилителя будут идти напрямую на низкочастотный динамик а уже с клеммы низкочастотного динамика звук будет фильтроваться который будет идти на twitter ну вот ребят как мы видим не зависимости от размеров кондеров или их цвета они отлично справляются со своей функцией то есть они обрезают басы и мы можем подключать twitter и вместе с низкочастотными динамиками еще раз напомню то что вы можете такие кондеры достать буквально с любой бытовой электроники например вот на обычном усилители их тут очень много этого хватит чтобы понаделать кучу колонок даже вот на такой маленькой плате поместилась парочка таких кондеров да и вот на этой плате есть два вот таких небольших и один вот такой огромный они тоже все отлично смогут обрезать басы конечно на этих платах они выполняют другую функцию но если их подключить напрямую к динамикам то они будут обрезать басы даже вот в таких любых блоках питания есть много таких кондеров естественно если вы будете выпаивать кондеры то это устройство уже будет не рабочие имейте это виду поэтому лучше всего кондеры выпаивать из тех устройств которые уже не рабочие но вот ребят немного разобрались как подключить twitter вместе с низкочастотным динамиком как обрезать на нем басы и откуда вам взять вообще этот фильтр и как его подключить а в одном из следующих видео мы разберемся с омами которые указаны на динамиках и с каким количеством он динамики лучше всего использовать именно с вашим усилителем а теперь вы просто ставьте большие пальцы вверх подписывайтесь на мой канал жмите колокольчик и пишите кучу моих любимых рандомных комментариев и мы с вами увидимся уже через пару дней в новом видео пока